МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда, прежде чем возвести что-то новое, нужно поставить под вопрос авторитет уже существующего. Так говорил австрийский писатель Стефан Цвей. Давайте ставить вопросы и делать открытие вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Человечество погубят боевые дроны-убийцы. Стивен Хокинг рассказал, как и когда начнется Третья мировая война. Чем опасны военные технологии нового времени. Нужно научиться ослеплять эти датчики и выводить их из строя. Это первое. Для этого нужны лазеры. Съешь меня, если сможешь. Самые необычные блюда народов мира. Где за праздничным столом вам предложат сгнившее мясо и протухшую селедку? Дети северных народов, начиная с плоденчества, делают соску из тухлого мяса. Поэтому для них это привычная еда. Смертельное хобби. Англичанин Стив Людвин ежедневно делает себе инъекции змеиного яда. Почему на него не действуют токсины? Да, бывало, что я оказывался в реанимации дня на три. Лондонские врачи говорили мне, что я умру или придется отрезать мне руку. Она страшно распухла и почернела. Но я очень быстро оклемался. Загадка взрыва в Рязанском городе Сасово. Уфологи нашли инопланетный след. Как этот инцидент, объясняют ученые. Что на самом деле произошло весной 91-го года? Все аварии терпят, конечно. И почему тот объект не может потерпеть аварии? Авария есть авария. Нештатные ситуации случаются всегда. Таинственные артефакты. Исследователи нашли доказательства, что тысячелетия назад на Земле жили существа с других планет. Возможно ли такое? И если это правда, куда исчезли пришельцы? Китайцы, они сами ребята такие, знаете, интересные. И многие артефакты они скрывают. Посмотрите, те же китайские пирамиды, до сих пор туда никто не может получить доказательства. А что там на самом деле? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Стивен Хокинг рассказал журналистам, как именно начнется Третья мировая война. Он считает, что главную роль в начале глобального конфликта сыграет боевая робототехника. А точнее, дроны-насекомые и малоразмерные беспилотники. По словам ученого, техногенный апокалипсис ждать осталось недолго. Но чем опасны военные технологии нового времени? И можно ли предотвратить начало конца? Через год США создаст армию дронов-убийц, которой хватит, чтобы уничтожить все население Земли. Эти крошечные беспилотники выглядят как насекомые. Только в отличие от мух и комаров, в их телах спрятано несколько граммов мощнейшей взрывчатки. Вот эти дроны спокойно, тихо подлетают к какому-то некому объекту. Будь то самолет ли, значит, завод ли, еще что-то такое, проникают внутрь его конструкции и там взрываются. Дроны оснащены сенсорами для ориентации в пространстве и распознавания людей и предметов. Стоит машине определить, что вы человек, и она убьет вас взрывом, направленным в голову. По словам оружейников, в будущей войне человечеству не понадобится десант парашютистов. Достаточно направить рой таких беспилотников с привязкой к местности, и дроны-убийцы сами начнут зачистку территории дом за домом. Но самое страшное, спастись от них практически невозможно. Благодаря малому размеру и взрывчатке они одолеют любые двери и самую сложную систему охраны. Как противостоять вот такому? Рой должен постоянно анализировать окружающую обстановку. Для этого нужны датчики. Датчики, ну, в основном электронно-оптические, инфракрасные и в меньшей степени радиолокационные. Нужно научиться ослеплять эти датчики и выводить их из строя. Это первое. Для этого нужны лазеры. В первую очередь лазерные технологии. По прогнозам Хокинга, США вооружат свои самолеты дронами-убийцами уже в начале следующего года. Беспилотники будут сбрасывать над городами с высоты 12 километров. Выстроившись в Рой, они смогут вести беспрерывный бой не менее трех часов. Такая концепция очень серьезно исследуется в Соединенных Штатах Америки. В частности, у них есть такая программа, называется она «Гремлины». Это рой летательных аппаратов, которые выпускаются с одного самолета-носителя. Например, вперед высылаются разведчики, которые разведывают систему ПВО противника. Затем идут убийцы, которые эту систему ПВО давят. Израиль, Франция и Нидерланды также разрабатывают подобные устройства. Так, израильские оружейники уже выпустили дрона в форме бабочки. В России создали квадрокоптер размером со стрекозу. Он легко помещается на ладони. По словам специалистов, наши разработки в сфере боевых беспилотников ничем не уступают американским. Но в отличие от Пентагона, отечественные спецслужбы не делают громких заявлений, предпочитая удивлять противника на поле боя. В Южной Корее осьминог задушил девушку во время ужина. Моллюск перекрыл ей дыхательные пути, зацепившись присосками за язык. В этой стране поедание живого осьминога – популярное гастрономическое развлечение. Считается, что так его мясо приобретает особенный вкус, которого нельзя добиться никаким другим способом. Сложно представить, но многие блюда традиционной кухни народов мира русский человек сможет проглотить разве что под страхом смертной казни. Кто угощает гостей тухлой селедкой? И зачем жители севера дают младенцам сгнившее мясо? Вот так выглядит популярное в Южной Корее блюдо – живой осьминог. Удивительно, но после смерти девушки от деликатеса власти не запретили опасное блюдо. Вместо этого жениха погибшей обвинили в убийстве. Якобы молодой человек специально накормил девушку осьминогом, чтобы получить выплату по ее страховке. А между тем, ежегодно от этого блюда погибают около 10 человек. Даже знаменитая ядовитая рыба фугу убивает меньше. Действительно, она издавна использовалась в кухне Японии. Есть даже какие-то сведения о том, что еще в 16 веке она была запрещена в силу того, что произошли массовые отравления после ее употребления. По данным Всемирной туристической организации, каждый третий путешественник в мире рассматривает дегустацию национальной кухни как обязательную часть поездки. И особенным успехом пользуются так называемые опасные блюда. Гастрономический туризм – это на самом деле такой тренд, мода последнего, наверное, десятилетия. Потому что это дает, знаете, очень полезный опыт экспериментов с едой. Так в Швеции даже создали специальную программу популяризации местной кухни. А национальный деликатес сюрстреминг – консервы из протухшей селедки – стал самым востребованным сувениром. Ого! Для нас это кажется сегодня, ну, что-то вообще из другой вселенной. Сегодня воспринимается нами как какая-то экзотика. Мы ездили и знакомились с побережьем Белого моря, где живут поморы. Так вот, у них до сих пор существует блюдо, которое называется квашеная рыба. Но почему еда, которая для одних людей любимое блюдо, у других вызывает острейшее отравление? Ученые считают, что усвояемость тех или иных сочетаний продуктов заложена в нас генетически. Это своего рода отражение вкусовых предпочтений наших предков. Веками эти пищевые привычки передавались от поколения к поколению. В зависимости от условий средообитания, тельные продукты помогают человеку в этих условиях выживать. Поэтому такой генетип закрепляется. Те, кто к нему не приспособлены, вымирают. Процесс достаточно длительный, занимает не одно столетие. Так, основным блюдом жителя Приморского Севера исторически был капальхен – замороженное сырое мясо оленя или моржа. Труп животного закапывали в мерзлую землю, а через несколько месяцев, когда гнилостные бактерии превращали плоть в желеобразную массу, ее употребляли в пищу. Происходит накопление трупных ядов – кодаверина, путрицина, которые для обычного человека, который с ним не сталкивался, естественно, токсичны. Дети северных народов с детства начинают приучать продукты данного типа. Начиная с плоденчества, им делают соску из тухлого мяса, поэтому для них это привычная еда. Самым неоднозначным блюдом в истории исследователи признали обезьяньи мозги. Есть миф, что в ряде восточных кухонь особым деликатесом считается поедание мозгов еще живого примата. Якобы зверя опаивают наркотиком, после чего вскрывают его черепную коробку и съедают мозг. Однако ученые утверждают, что это сказки. И если такая традиция и существовала, то разве что в Средневековье. Исследователи выяснили, что по сравнению с нашими предками эпохи Верхнего Палеолита, мы питаемся весьма скудно. В их рацион входили почти 300 видов растений и животных. Сегодня в Европе 75% растительной пищи составляют пшеница, рис, картофель и кукуруза, а 80% животных – всего два вида мяса – говядина и свинина. Далее в программе. Смертельное хобби. Англичанин Стиф Людвин ежедневно делает себе инъекции змеиного яда. Почему на него не действуют токсины? Да, бывало, что я оказывался в реанимации дня на три. Лондонские врачи говорили мне, что я умру или придется отрезать мне руку. Она страшно распухла и почернела. Но я очень быстро оклемался. Черный граф Федор Толстой – самый удачливый дуэлянт Москвы и Петербурга. За что русского аристократа называли татуированным дьяволом? И какую цену он заплатил за свою меткость? Когда у него умирал, он вычеркивал одного из своих убитых дуэлянтов. Говорил, что квиты. Город-убежище Вардзия. Скальный город-храм в Грузии мог вместить более 6 тысяч человек. Кто его уничтожил и почему? Они героически обороняли эти свои горные крепости, замки, укрепления. Послание с других планет. Бывший сержант ПВС США Джеймс Пеннистон утверждает, что лично общался с пришельцами. Какие тайны скрывают американские спецслужбы? Я реально видел НЛО, и это не шутки. Но правительство решило все скрыть. Никто не желает об этом говорить. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Гражданка Румынии подала в суд на врача, вколовшего ей вместо ботокса яд гадюки. Инъекцию делали под глаза и в губы. В результате лицо 38-летней Ракулы Крисан сначала отекло, а потом онемело. По словам медиков, женщине понадобится не меньше двух лет лечения, чтобы вернуть подвижность хотя бы 70% лицевых мышц. В это сложно поверить, но существуют и те, кто специально вводит себе яд смертоносных рептилий. Англичанин Стив Людвин прославился именно благодаря своему необычному хобби. Ежедневно он делает себе укол змеиного яда. Но почему опасная смесь на него не действует? Британский музыкант Стив Людвин почти 30 лет делает себе инъекции змеиного яда. За это время в его крови побывали токсины 35 самых опасных рептилий. Я начал в конце 1988 года, но тогда у меня не было ни наставника, ни справочного материала. По сути, я сам изобретал весь этот процесс прямо на ходу. Все началось, когда Стиву было 10. В Майами он побывал в серпентарии на уникальном представлении. Ученый Билл Хаст на глазах у публики собрал змеиный яд и сделал себе укол. С этого момента Людвин стал не просто поклонником исследователя. Он решил повторить опасный эксперимент на себе. Я знал, что такое возможно. Тот факт, что этот человек выработал иммунитет к змеиному яду, показался мне удивительным. Тогда-то меня и заинтересовала эта тема. Сейчас Стиву за 50, но выглядит он не старше 40. Принимать змеиный яд начал в 17. Тогда же Людвин увлекся панк и рок-музыкой. В молодости он активно гастролировал. Говорит, лишь благодаря полосканию горла змеиным ядом никогда не болел ангиной. По словам музыканта, после опасных инъекций он не испытывает никакой боли. Только прилив энергии и бодрости. Недавно я делал инъекции практически каждый день, но теперь сбавил темп и вкалываю себе змеиный яд каждые 10-14 дней. Раз в 10 дней – вот мой обычный распорядок на сегодня. Но раньше я колол яд ежедневно. В мире существует 3,5 тысячи видов змей. Из них примерно 500 смертельно опасны для человека. В основном это гадюки и аспиды. Однако иногда укус даже самой смертоносной змеи может оказаться абсолютно безвредным. Змея достаточно умное животное. Рассчитывает расход яда, потому что производство яда – достаточно энергозатратный процесс. И не всегда впрыскивает яд в жертву. То есть иногда бывают так называемые сукие укусы, когда змея просто кусает без впрыскивания яда. Мало кто знает, при том, что змеиный яд использовался в медицине с древности, по-настоящему его стали изучать только в 20 веке. Где-то примерно в середине 70-х годов прошлого века только началось такое интенсивное научное исследование ядов. Яд – это достаточно сложная смесь белков. На основе змеиных ядов был разработан ряд медицинских препаратов, которые, в общем-то, сейчас уже достаточно широко используются. В квартире Стива живут 15 опасных змей. Яд каждый из них музыкант вводит себе по очереди. Но иногда делает настоящий смертельный коктейль. Смешивает разные яды в одной инъекции. Правда, признается, что такие эксперименты опасны даже для него. Несколько раз я ошибался. Вводил слишком большую дозу и случались передозировки. Да, бывало, что я оказывался в реанимации дня на три. Лондонские врачи говорили мне, что я умру. Или придется отрезать мне руку. Она страшно распухла и почернела. Но я очень быстро оклемался. Но как Стиву удается травить себя опасными ядами практически без последствий? Специалисты считают, что из-за частого применения опасного снадобья в организме Стива выработался устойчивый иммунитет к ядам его питомцев. Подобным образом в древности на Востоке готовили женщин-отравительниц. Их с детства приучали к змеиному яду. По всему миру существуют лошадиные фермы, где животным вкалывают змеиный яд, чтобы у тех появились антитела. Затем они собирают лошадиную кровь и делают противоядие. Вот что спасает вам жизнь. Действительно, подобные лекарства существуют. Правда, они тоже далеко не безопасны. Например, лошадиная кровь может вызывать отторжение. И человек умрет от анафилактического шока. Сейчас Стив сотрудничает с учеными из Дании. Они разрабатывают сыворотку на основе антител из крови Людвина. Если эксперимент удастся, это может стать настоящим прорывом. Ведь по статистике от укусов змей ежегодно умирает до 10 тысяч человек. Американец и татуированный дьявол. Так за глаза называли родного дядю знаменитого русского писателя Льва Толстого. Графа Федора Ивановича. Он был отчаянным путешественником. Азартным игроком в карты и дамским угодником. Его считали одним из самых скандальных представителей русской аристократии. Чем закончилась дуэль Федора Толстого с Александром Пушкиным? И какое страшное проклятие преследовало так называемого черного графа? У молодого графа Федора Толстого было две страсти – дуэли и карты. Он был шулером, поэтому игра часто заканчивалась вызовом на дуэль. В его доме ежедневно закатывались пиры и проигрывались огромные суммы. На балах у Толстого бывали Жуковский, Вяземский, Грибоедов и Пушкин. И до Пушкина добрался. Когда Пушкин был отправлен в ссылку на Кавказ, спустил слух, что якобы его выпороли. Но Пушкин просто не мог это снести. И когда он вернулся в Россию, он послал секудантов. Он его не застал. И тема была закрыта. На счету Федора Толстого было 11 смертей. От первой дуэли в 17 и до последней в 40 лет он ни разу не потерпел поражение. Сам граф утверждал, что не боится смерти, потому что заговорен алиутским шаманом. Некоторые суеверные современники даже считали Федора Ивановича бессмертным. Якобы графа оберегали темные силы. Торс Толстого был покрыт татуировками. За это его часто называли татуированным дьяволом или американцем. По аналогии с индейцами, разрисовывающими свои тела. Федор Иванович Толстой. Современному зрителю он может быть известен в качестве прототипа главного героя фильма «Дуэлянт». Многие элементы, такие как татуировки, такие как жизнь среди диких народов. Действительно, два года из жизни Федора Толстого остаются тайной. Известно, что в 1803 году он обманом попал на корабль капитана Крузенштерна, отправлявшегося в первое кругосветное путешествие под российским флагом. Однако совершить кругосветку графу так и не удалось. Его высадили на Камчатке. В корабле, естественно, батюшка. Он его напоил. Мало этого, он прибил бороду его, когда тот упал, к палубе. И сверху поставил сургучевую печать, которую нельзя было нарушать. И поэтому бедному батюшке, когда он протрезвел, пришлось бороду сбрить. Как именно графу удалось вернуться на Большую Землю, неизвестно. Сам он то утверждал, что его подобрало торговое судно, то рассказывал небылицы о своих приключениях. Якобы он добрался до острова Ситка и несколько месяцев жил там среди аборигенов Аляски. Однако в начале августа 1805 года татуированный дьявол снова появился в петербургских салонах. По легенде, именно тогда его прокляла одна из матерей убитого им на дуэли соперника. Прокляла и сказала, что за каждого убитого будет погибать его ребенок. Что и произошло. И для него это была страшная трагедия. Исследователи предполагают, что это могла быть Анна Трубецкая, мать Александра Нарышкина, убитого Толстым на дуэли в 1809-м. Погибшему от пули графа был всего 21 год. И когда у него умирал ребенок, он вычеркивал одного из своих убитых дуэлянтов. Говорил, что квиты. Всего у черного графа было 12 детей от цыганки, с которой Толстой долгое время открыто жил, но не вступал в брак. Он женился на цыганке Тугаевой. Он проигрался в пух и прах. Тугаева дала ему деньги для покрытия этого долга и спасло его репутацию. И он с ней обвенчался. И они жили до самой его смерти. После венчания Толстой полностью отказался от дуэлей. Он надеялся, что если не будет стреляться, то проклятие отступит. Но из 12 детей черного графа выжила лишь самая младшая дочь, Прасковья Федоровна. Эзотерики уверяют, мать убитого на дуэли Нарышкина действительно могла проклясть Толстого. Ненависть человека, страдающего от горя, может быть невероятно сильна. Однако, по мнению историков, никакой мистики в смертях детей графа нет. Старшая дочь Толстого, Сара, любимица Федора Ивановича, умерла в 17 лет от чахотки. Все остальные дети либо рождались уже мертвыми, либо погибали в младенческом возрасте, что по меркам того времени было нормой. Даже в семьях, которые могли позволить себе лучших врачей, в среднем из 10 новорожденных выживали не более 2-3. Далее в программе. Город-убежище Вардзия. Скальный город-храм в Грузии мог вместить более 6 тысяч человек. Кто его уничтожил и почему? Они героически обороняли эти свои горные крепости, замки, укрепления. Загадка взрыва в рязанском городе Сасово. Уфологи нашли инопланетный след. Как этот инцидент объясняют ученые? Что на самом деле произошло весной 91-го года? Все аварии терпят, конечно, и почему тот объект не может потерпеть аварии? Авария есть авария, нештатные ситуации случаются всегда. Таинственные артефакты. Исследователи нашли доказательства, что тысячелетия назад на Земле жили существа с других планет. Возможно ли такое? И если это правда, куда исчезли пришельцы? Китайцы, они сами ребята такие, знаете, интересные. И многие артефакты они скрывают. Посмотрите, те же китайские пирамиды до сих пор туда никто не может получить, допустим. А что там на самом деле? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Роскосмос может отправить отечественного робота Федора на МКС. По расчетам создателей, андроид способен перенести до пяти подобных полетов. Сейчас машина проходит подготовку, после которой начнутся испытания. Федор уже умеет повторять движения оператора, передавать видео и аудиосигналы, а также поднимать грузы весом до 10 килограммов и работать в условиях невесомости. Ученые признали акулу лопата, сфирну тибура, вегетарианкой. Невероятный факт удалось обнаружить во время эксперимента. Исследователи предлагали рыбам пищу на выбор. Оказалось, что 90% питания этих хищников составляет морская трава и только 10% кальмары. Биологи предполагают, что кишечник акул лопат вырабатывает специальный фермент, хорошо расщепляющий целлюлозу. По мнению специалистов, их можно сравнить с морскими черепахами, питание которых состоит целиком из травы. Южноафриканские ученые собрали скелет древнейшего предка человека. Предположительно, ему не меньше 4 миллионов лет. Скелет назвали «маленькая нога». Палеонтолог Рон Кларк утверждает, это первые в истории останки австралопитека, в которых присутствуют все кости. Фрагменты нашли в 1992 году в пещере Стеркфонтейн. По словам археологов, на извлечение всех останков из породы им понадобилось больше 10 лет. Американские изобретатели сумели разогнать капсулу вакуумного поезда будущего до 386 км в час. Автор транспортной системы – миллиардер Илон Маск. В основе технологии – капсулы, двигающиеся по трубам с низким давлением. В теории это позволит так называемым вагонам достигать скорости 1200 км в час. Предположительно, первая ветка метро будущего свяжет Абу-Даби и Дубай. Сейчас проект находится в стадии разработки. В Грузии, в монастыре Успения Богородицы, реставраторы из Тбилиси восстановили древнюю фреску 12 века. На ней изображена святая царица Тамара. Эта женщина прославилась не только как воительница, но и как градостроитель. По ее распоряжению в горах был создан один из первых европейских городов-убежищ – Вардзия. По словам историков, он мог вместить больше 6000 человек. А специально созданные поля-террасы могли обеспечить этих людей пищей на целые годы. Но что же произошло с великим городом? Как он погиб? И почему мистики считают, что Вардзию наказал сам Бог? Башни, величественные залы, ступени, вырубленные прямо в скале. Глядя на пещерный город Вардзия, сегодня сложно представить, что средневековые зодчие смогли построить его всего за полвека. Однако то, что сохранилось до наших дней, – лишь малая часть древней постройки. Он не выстроен, он вырублен в скале. Это место знаменитое, в Грузии популярное, связано с именем царицы Тамары. Она канонизирована как святая. И этот исторический персонаж – это, наверное, самое яркое имя в истории Грузии. По легенде, свое название город-невидимка получил тоже от Тамары. Якобы в своем детстве она вместе с дядей побывала в этих пещерах. Вардзия, каким образом произошло название, якобы она откликнулась на… Звал ее ее дядя, да, стало быть. Потому что Аквардзия – это значит «здесь я дядя». Изначально это место выглядело совсем по-другому. Город был скрыт от цивилизации, окружен скалой с двух сторон. Всего три тоннеля связывали его с поверхностью. Первые постройки появились на самом верху, в 130 метрах над землей. Сама порода скальная давала возможность врубаться, ее, так сказать, углубляться. И вот таким образом были прорублены, вырублены, скажем так, большое количество комнат, зала. Ряд исследователей утверждает, в городе было более двух с половиной тысяч помещений, плюс наскальные террасы, сады. В них выращивали фрукты и овощи. Всего здесь могло жить около шести тысяч человек. Но зачем понадобилось строить такой большой город в скале? Для сравнения, в 13 веке во всей Москве проживало всего 20 тысяч человек. В Ардзе труднодоступно, очень труднодоступно для завоеваний. Сотни, да, там сотни, ведь считали войск, пять сотен, допустим, да, десять человек вполне способны их отразить. Действительно, изначально в скале жили только монахи. Здесь был монастырь и все необходимое для обеспечения его автономного существования. Но когда царству стали угрожать турки, Тамара распорядилась превратить скромный монастырь в настоящее гигантское убежище. Они успешно воевали, и поэтому турки осторожничали. Они не вели здесь себя так, как в некоторых частях Западной Европы. До последнего, героически, им действительно есть чем гордиться. Они героически обороняли эти свои горные крепости, замки, укрепления. До последних, из последних сил. Ряд исследователей утверждает, что именно Вардзе помогла грузинам выстоять в сражениях с турками. А сама Тамара стала настолько популярной в народе, что отец сделал ее своей соправительницей. Первой женщиной в мировой истории, которая носила титул царь. Леопатрия. Вот кого она очень сильно напоминает. Реформировала войска, более обученные войска. Начала завоевательную политику расширять. И вот Грузия, маленькая Грузия, победила. Да, это был взлет грузинского государства. Мистики считают, именно расцвет Грузии и слишком горделивый нрав Тамары и ее народа стали причиной гибели Вардзии. По легенде, царица продолжила возводить город. Она приказала строителям подняться еще выше. Якобы увидев, насколько люди поднялись над землей, Бог разгневался и наказал их, обрушив землетрясение на горы. И Вардзия погибла. Та же самая причина, которая позволила врубиться в нее, порода скалы, я имею в виду, сама порода камня, что ли, да, она же подвела, то есть трещины какие-то на этой, значит, внешней стороне этой скалы. Во время землетрясения они отвалились. Там эти места видны. По словам исследователей, из двух с половиной тысяч пещер во время землетрясения уцелело менее тысячи. Сегодня нам известно 750. Следы обрушений до сих пор можно увидеть у подножия скалы. В 14 веке начались восстановительные работы. Однако город не реставрировали, только храм. Он действует и сегодня. В древних строениях живут монахи, а любой желающий может здесь помолиться. Российские исследователи нашли объяснение загадочному взрыву в городе Сасово Рязанской области. Инцидент произошел весной 91-го года. По словам очевидцев, ночью 12 апреля они услышали непонятный гул. Затем город начало трясти. Дома раскачивались из стороны в сторону. К счастью, никто не пострадал. Назначенная властями комиссия по расследованию происшествия так и не смогла найти объяснение случившемуся. Но что же произошло в Сасово на самом деле? Почему уфологи уверены, что причина имеет внеземное происхождение? И какое объяснение нашли современные ученые? 12 апреля 1991 года в 1 час 34 минуты в городе Сасово Рязанской области прогремел взрыв. По словам очевидцев, это напоминало настоящее землетрясение. Почва словно уходила из-под ног, дома раскачивались, а подземные водопроводные трубы просто лопались под давлением. Позже на окраине города была обнаружена воронка от взрыва. По оценке специалистов, его мощность равна 30 тоннам тротила. Этот взрыв произошел по нескольким направлениям крестообразной формы. То есть само действие было по четырем направлениям, а промежуточные места не были задействованы. Обычные взрывы так не действуют. Комиссия, работавшая в 1991 году, так и не смогла объяснить природу этого происшествия. В отчетах специалисты лишь указали странные его особенности. Отсутствие локальных пожаров, которые, как правило, возникают в таких ситуациях, и очень нехарактерные разрушения. В некоторых домах произошли еще более интересные вещи. Стекла остались, а внутри стеклянные предметы побились. Тоже непонятно. То есть избирательность этого взрыва, она поражает, как говорится, взрывотехнику. И самое непонятное, откуда залезли эти 30 тонн тротила. За 4 часа до взрыва на подъездных путях у станции Сасова находился тепловоз. По словам машиниста Ивана Курчатова, он заметил нечто похожее на шар ярко-белого цвета. А сотрудники милиции Рябов и Паников, дежурившие той ночью, сообщили комиссии, что видели странное облако, излучающее голубоватое свечение. Как считают уфологи, эти показания очевидцев свидетельствуют о том, что взрыв имел инопланетное происхождение. Объект оранжевой формы, его видели, а потом вот неожиданный взрыв раздался. Описывали вот эти странные проявления этого взрыва. Тоштату люди чувствовали и накануне, и в течение ночи, и в момент взрыва, и после него. Но если свидетели не ошибаются, и в небе на Цасово действительно находился НЛО, то зачем инопланетным гостям понадобилось взрывать город? По мнению уфологов, взрыв – это следствие крушения космического корабля пришельцев. Ну, все аварии терпят, конечно, и почему тот объект не может потерпеть аварию? Технологии будут более совершенны, и у них... Но авария есть авария, нештатные ситуации случаются всегда. Однако никаких обломков инопланетного корабля на месте взрыва не нашли. Все, что обнаружили эксперты – это воронка глубиной 4 и диаметром 30 метров. Но что же могло стать причиной взрыва? По мнению современных исследователей, так называемая САСовская аномалия имеет простое объяснение. В случившемся виноваты природные газы, а именно водород. То есть идет дегазация земли. Дегазирует метан, дегазирует водород. Они утыкаются где-то в упоры. Точно так же, как в котле. Если закрыть крышку, накапливается пар, и, главное, или поздно котел взрывается. Точно так же вот эта вот ловушка, которая на какое-то время задерживает водород, она в конце концов перестает задерживать, и энергия уходит вверх. Но как тогда объяснить необычное свечение, свидетелями которого стали сотни людей? По мнению ученых, яркий световой шар – это, скорее всего, свет от пламени, появившегося в момент взрыва газа. По другой версии, за НЛО люди могли принять шаровую молнию. Электрические явления предшествовали взрыву, и они родили вот это вот электричество. Поэтому возникали все эти явления. Специалисты уверены, подобные взрывы примерно в это же время произошли и в соседних областях. Но так как они случились далеко от населенных пунктов, им не придали большого значения. Далее в программе. Послание с других планет. Бывший сержант ПВС США Джеймс Пеннистон утверждает, что лично общался с пришельцами. Какие тайны скрывают американские спецслужбы? Я реально видел НЛО, и это не шутки. Но правительство решило все скрыть. Никто не желает об этом говорить. Таинственные артефакты. Исследователи нашли доказательства, что тысячелетия назад на Земле жили существа с других планет. Возможно ли такое? И если это правда, куда исчезли пришельцы? Китайцы, они сами ребята такие, знаете, интересные. И многие артефакты они скрывают. Посмотрите, те же китайские пирамиды, до сих пор туда никто не может получить допуск. А что там на самом деле? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Это Джеймс Пеннистон, бывший сержант ВВС США. Он утверждает, что лично встречался с представителями инопланетной цивилизации. И якобы именно ему пришельцы передали некий таинственный код – послание землянам. Этот инцидент произошел в 80-м, в Рэндалшемском лесу, в 135 километрах от Лондона, недалеко от военной базы американских ВВС. Пеннистона допрашивали спецслужбы сразу двух государств – США и Великобритании. Мужчину даже подвергли сеансу регрессивного гипноза. Что удалось выяснить агентам? Какое послание с других планет передал американский сержант? И почему подробности этой истории больше 38 лет хранились в архивах ЦРУ? Под грифом «Совершенно секретно». Долгие годы бывший сержант американских ВВС Джеймс Пеннистон хранил молчание. Но пришло время, и он сделал сенсационное заявление. Инопланетяне существуют. Якобы он лично общался с ними и даже получил от них послание для землян. Я реально видел НЛО, и это не шутки. Но правительство решило все скрыть. Никто не желает об этом говорить. В 2010-2012 годах Пеннистон активно выступал по радио и телевидению, общался с футурологами и даже проводил семинары по всей Америке. Однако несколько лет назад мужчина закрылся от общества. Отказался от встреч с журналистами и исследователями. Единственным, с кем Джеймс продолжал общение, стал английский писатель Филипп Ментл. Случай действительно впечатляющий. Я слышал, что об этом даже собираются снимать сериал. Это произошло 26 декабря 1980 года в графстве Суфолк. Оно располагается между двумя военными базами, которые эксплуатировали Соединенные Штаты. И вот там военные заметили необычные огни. Сержанту Джеймсу Пеннистону было 26, когда его отправили в Реншамский лес. Изначально военные предполагали, причиной появления огней стало крушение самолета. Но когда группа Пеннистона добралась до предполагаемого места катастрофы, никаких обломков авиалайнера не было. Вместо этого, по словам Джеймса, там находился неизвестный науке объект – летательный аппарат. Объект был треугольный, примерно 3 метра на 3 метра, такой треугольник равнобедренный, гладкой поверхности, похожим на стекло, на темное. Но на нем были какие-то знаки, как будто бы травленные, углубленные поверхности. Вот они были как наждачная бумага. Это рисунок сержанта Пеннистона, сделанный на месте инцидента. По словам Пеннистона, когда он был в 5 метрах от аппарата, у него было видение. Странный набор цифр – единицы и нули. Некий шифр в двоичной системе исчисления. Он утверждает, что это был именно бинарный код. Он не мог выкинуть это воспоминание из головы. Его товарищ Джон записал этот код. Это была не одна строчка. Вышло порядка 16 страниц записной книжки. Скептики считают рассказ Пеннистона мистификацией. Однако в 2001 году спецслужбы рассекретили часть документов по этому делу. В основном переписку и ответы военного министерства Великобритании на запросы журналистов и общественных активистов. Как выясняется, спецслужбы всерьез занимались расследованием этого инцидента. В 2010-м американский программист Уэйн Хершель решил изучить код, который, как утверждает сержант Теннистон, ему сообщили инопланетяне. Удивительно, но Хершель пришел к выводу, что в этих числах зашифрованы географические координаты. Эти 16 страниц двоичного кода дали 4 координаты на Земле. Ну, это вот пустыня Наски там в Южной Америке, где странные петроглифы какие-то нарисованы. Пирамида Гиза там и еще пару мест. В списке оказались древний город племени Майя, Чечен и Ца на полуострове Югатан. И городок Сидона в штате Аризона. Примечательно, что все эти места сегодня считаются аномальными зонами. Уфологи заявляют, этот так называемый контакт с инопланетным разумом – одно из самых явных доказательств существования разумной жизни вне нашей планеты. Однако, по мнению скептиков, громкая история – всего лишь мистификация, а волшебный код придумал сам Пенистон. Сегодня бывший солдат Джеймс работает над книгой, подробными воспоминаниями о встрече с НЛО. Интерес к его работе огромен. По мнению издателей, этот труд должен принести Пенистону сотни тысяч долларов. А если его роман заинтересует киностудии, бывший военный сможет обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь на годы вперед. 12 тысяч лет назад на нашей планете жили пришельцы. К такому выводу пришла группа исследователей после изучения архивов, описывающих массовое захоронение человекоподобных существ в горах Тибета. Специалисты утверждают, что найденные в могиле артефакты, так называемые камни дропа, не могли быть созданы примитивными местными племенами. Но неужели такое возможно? И на Земле действительно когда-то была инопланетная цивилизация. И если это правда, то куда она исчезла? Впервые версию о пришельцах, живших на Земле в доисторические времена, высказал китайский историк Цу Мум Нуй. В своих трудах он подробно описал найденное им в Тибете массовое захоронение человекоподобных существ. По словам профессора, в могильнике находились тела более 700 мумий. Они были чуть выше метра ростом и имели большие непропорциональные черепа. Захоронение, они не свойственны для Тибета. Именно мумификация, да еще и в пещерах и в нишах. То есть уже это наталкивает на понимание того, что ситуация неординарная была. На могилах не было никаких надписей. Зато исследователи обнаружили несколько сотен каменных дисков диаметром около 30 сантиметров. Их назвали камнями дропа в честь местного племени. Представители этого народа считали себя потомками пришельцев из космоса. Они утверждали, что на артефактах записана история их инопланетных предков. По описанию профессора, камни дропа действительно украшали странные надписи. Спирали и неизвестные знаки, чем-то напоминающие иероглифы. Над их расшифровкой исследователи бились несколько лет. Затем диски таинственным образом пропали. Исчезли. Это абсолютно естественно, потому что пришельцы здесь организовали, скажем, некую группу. Мы их называем черно-зеленый спектр. Это специальные силовые структуры, в задачу которой уходит зачистка всей информации о присутствии деятельности пришельцев на Земле. В своих отчетах профессор подтвердил легенду племени дропа. Цумум Нуй, якобы расшифровавший надписи на дисках, говорил, что инопланетяне совершили в горах Тибета аварийную посадку. А когда поняли, что не смогут отремонтировать свой корабль, стали осваивать нашу планету. Некоторые исторические артефакты говорят о том, что на Земле действительно когда-то была, потом погибла, по каким причинам мы не знаем, действительно древняя процивилизация, которая по своему технологическому уровню, ну, немножко совсем, отставала от современных. В Китае исследования Цумуму Нуя запретили. В знак протеста историк уехал в Японию, где вскоре умер от неизвестной болезни. Некоторые уфологи считают, что смерть профессора и исчезновение артефактов не были случайностью. Китайцы, они сами ребята такие, знаете, интересные. И многие артефакты они скрывают. Посмотрите, те же китайские пирамиды, до сих пор туда никто не может получить допуск. А что там на самом деле? Но неужели это правда и на Земле действительно жила раса пришельцев? Современные исследователи считают, что заявления китайского профессора об инопланетном происхождении дисков, так же, как и их датировка, могут оказаться ошибкой. Каменные или керамические, то есть из глины, объекты, они не поддаются никакой возрастному определению. С помощью геологических приборов можно определить ее возраст. И то, геологические приборы работают в диапазонах полмиллиона лет, миллион лет, но не как 12 тысяч. Сами найденные мумии, по мнению ученых, скорее всего, тоже не имеют никакого отношения к инопланетянам. В древности низкорослость была распространенным признаком многих племен. Профессор идентифицирует их как пришельцев. Спрашивается, на каком основании? У нас такого же роста пигмея в Южной Америке. И никто из пришельцев не связывает. Ведь рост любого человека определяется гормонами. Потерянные диски так и не нашли. После тщательного изучения архивов профессора, мнения экспертов разделились. Часть исследователей уверена, Сумумной сделал настоящее открытие. Другие специалисты считают, что в погоне за славой и большими деньгами ученый просто подделал артефакты. Королева детектива Агата Кристи утверждала, что докопаться до правды никогда не поздно. Давайте искать ее вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». Продолжение следует...